Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Пациенты областной детской клинической больницы жалуются на антисанитарию в палатах, расшатанную мебель и грязное постельное белье. Администрация медицинского учреждения о проблемах тоже не скрывает. В областном Акимате подвели итоги социально-экономического развития региона. За 11 месяцев года в нашей области запущено 8 новых предприятий. Сумма инвестиций составила 99,9 миллиардов тенге. В Караганду с праздничной программой приехал цирк. Горожане удивят не только захватывающие номера артистов, но и познакомиться с жирафом Багиром и носорогом Бонбоном. Единственная детская клиническая больница области в ужасном санитарном состоянии. С такой жалобой к нам в редакцию обратились пациенты медицинского учреждения. Они прислали любительское видео, на котором запечатлены подкрашенные стены, порванный линолеум и разбитое стекло двери. Также на кадрах видно постельное белье, на котором нет живого места от пятен. В ситуации разбиралась Аймамрина. Это линолеум в областной детской больнице. Такие дыры, что видно поло. Это наволочка, подушки якобы чистая. Она вся в пятнах. Эти кадры любительского видео сняты как будто в трущобах. Неприбранная палата, порванный линолеум и наволочки в бурых пятнах. Автор видео также снял дверь с разбитым стеклом. По словам мамочки, это лороотделение. Мы провели в этой больнице с ребенком 4 дня. В больнице не было элементарных лекарств, таких как регидрон. Мы были в шоке. Я решила забрать ребенка домой. В палатах творится бардак. Хочу, чтобы кто-нибудь увидел этот сюжет из вышестоящих чиновников. И отреагировал. Администрация больницы подтвердила, что видео было снято у них. По словам директора медицинского учреждения Аргена Бедайбаева, в его подведомственном учреждении действительно есть проблемы. Зданию уже около 50 лет. А капитальный ремонт проводился в больнице почти 10 лет назад. Рваный линолеум и подкрашенные стены врач назвал следствием круглосуточного нахождения в больнице детей. Маленькие пациенты частенько что-то ломают, выковыривают и разбивают. Поэтому периодически такие ситуации возникают. И ни штукатурмоляр, ни плотник, он без работы у нас никогда не находится. Потому что с детьми всегда все несколько сложнее, чем с взрослым отделением. Взрослый человек, он, извините, он за свои действия сам отвечает. И он сам исправляет свои ошибки. Здесь дети, поэтому мы за ними ходим, убираем, прибираем. И что-то за красным, что-то за бельем. Постельное белье для больницы стирает отдельная компания, заверили в администрации. Белье проходит тщательную термическую обработку. Наличие неотстирываемых пятен не влияет на чистоту одеял, простын и наволочек, подчеркнул Бедайбаев. Также он добавил, что в 2017 году больницы переедут в новое здание на Юго-Востоке. Его строительство уже начато. Айямам Ренажа Сулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. За 11 месяцев года в нашей области запущено 8 новых предприятий. Сумма инвестиций составила 99,9 миллиардов тенге. Создано более 500 новых рабочих мест. До конца года в регионе планируется запуск еще двух проектов на общую сумму 3 миллиарда тенге. Работу на новых объектах смогут найти еще около 500 человек. В областном Акимате подвели итоги социально-экономического развития региона. Согласно докладам чиновников, за 11 месяцев наблюдается положительная динамика в развитии промышленности. Согласно мониторингу, наш регион занимает второе место после Атраусской области. А по обрабатывающей отрасли первое место в стране. В целом в работе системы образующих предприятий до конца текущих годов и следующих годов ожидается положительная динамика. Что касается карты поддержки предпринимательства в доме, на сегодня запущенные проекты карты произведены продукции на 126,4 миллиарда тенге. Это 7,4% от общего объема промышленной продукции области. Отметил чиновник положительную динамику и в работе системы образующих предприятий. Так, на Арселор Миттл Тимиртау рост производства стали за 11 месяцев составляет 12,9%. В 2017 году металлургический комбинат планирует увеличить производство стали. В корпорации «Казахмыс» в этом году начато строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов. В корпорации «Казахмыс» по выпуску меди рафинирован составляет 99%, золото рафинированное – 144,4%. В целом, в текущем году производство меди «Казахмыс» ожидается на уровне прошлого года. В 2017 году планируется 305 тысяч тонн, или 107% в уровне прошлого года. До конца года планируется запуск двух новых производств на общую сумму 3 миллиарда тенге. На предприятиях будут созданы около 500 рабочих мест. Однако, несмотря на проводимую работу, по итогам года имеются риски по недостижению плановых показателей в части привлечения инвестиций в основной капитал. По итогам текущего года вала гидрометальных продуктов ожидается на ранее одобренном уровне с ростом на 1,3%. Порощения все стандартные, вы не знаете усилить, доработать, закончить и так далее. В целом, по итогам 2016 года ожидается исполнение запланированных целевых индикаторов и сохранение имеющейся динамики развития. А Емамрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В шахтерской столице в честь 25-летия независимости страны проходил ряд праздничных мероприятий. Самый главный праздник для горожан был организован 16 декабря на площади независимости. Несмотря на плохую погоду, концерт посетили много горожан, в том числе и Акимгорода. Нурлан Ирикбаевич Албакиров. Праздничный концерт организован на площади независимости. Карагандинцы пришли семьями, несмотря на плохую погоду. На мероприятии царила атмосфера праздника. Задорный смех детей, улыбки и красочный концерт. Выступили для горожан местные артисты, исполняя песни современной эстрады. Такой праздничный концерт подарил горожанам глава города Нурлан Аубакиров. Своей поздравительной речи он отметил вклад в развитие страны, нашей шахтерской столицы. После чего поздравил всех жителей Караганды с праздником. Каждый пришедший остался доволен. На протяжении всего вечера гости танцевали и подпевали артистам. 25 лет независимости – это беспримерный подвиг нашего поколения. Неподвластный времени так считают многие горожане. Так, всех карагандинцев, казахстанцев, с таким замечательным праздником, вот на улице Борозка, мы с удовольствием пришли сюда, чтобы ощутить это праздничное настроение. Всех с праздником! С праздником всех! С Днем независимости! Желаем нашему государству процветания, стабильности, взаимопонимания, уважения и процветания. Пусть живет она долгие века! И выпускаю, и все будет в нем хорошо! Поздравляю всех с праздником! Всех карагандинцев! Желаю счастья, удачи! Всего самого-самого хорошего! Дай Бог, чтобы мы жили всегда так! В завершении праздничного концерта для всех пришедших был подготовлен сюрприз – праздничный фейерверк. Салюта ждали не только малыши, но и взрослые были в предвкушении чуда. Фейерверк поразил всех своими масштабами и яркими красками. Жители Пришахтинска отпраздновали 25-летие независимости страны концертной программой. На сцене Дворца культуры «Молодежный» выступили хореографические и вокально-инструментальные ансамбли. Все номера были специально подготовлены к юбилею независимости. В Доме культуры Пришахтинска яблоку негде упасть. Зрители радуют выступления местных коллективов художественной самодеятельности. По словам представительницы хореографического ансамбля «Улыбка» Анны Гейер, коллектив готовился к этому концерту очень тщательно. На суд зрителей были представлены самые яркие танцевальные номера. Хочется поздравить всех с Днем независимости Республики Казахстан. Это очень важный праздник для нас. Также хочется сказать спасибо нашему президенту Нурсултану Абишу Назарбаеву за мирное небо над нашей головой. У нас в ДК сегодня в Пришахтинске проходит концерт, посвященный этому празднику. Мы специально для этого ставили новые номера, готовились очень тщательно. В программе концерта прозвучали песни и стихотворения о родине. Были продемонстрированы картины из летописи современного Казахстана. Основная цель привлечения к мероприятию молодежи – это воспитание чувства патриотизма, любви к родине, гордости за историческое прошлое, настоящее и светлое будущее народов Казахстана, отмечают организаторы вечера. Сегодня праздник людей самых разных национальностей, которые по праву считают Казахстан своей родиной. И каждый гражданин готов сказать – я горжусь своей республикой. С Днем Независимости, Родина моя! А я мамрина Исламбеку Спан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском музее изобразительного искусства открылась выставка «Процветай мой Казахстан». В экспозиции выставлены работы учащихся художественных школ и изо-студии. Картины, посвященные 25-летию независимости страны, были выполнены в разных стилях и направлениях. Выставка, посвященная 25-летию независимости Казахстана, собрала работы более 70 юных художников. Все работы созданы руками детей, учащихся художественных школ. К экспозиции были отобраны работы как самых маленьких живописцев, так и более опытных мастеров кисти. В свободное время занимаюсь рисованием. Я рисую свою семью, рисую город обычно свой. Кроме картин, в экспозиции представлены графические работы, скульптуры и керамические изделия. По словам организаторов, подобные выставки проводятся не только в честь праздников, но и для обобщения опыта детей. Юные художники знакомятся с работами других авторов, узнают новые техники, перенимают манеры. Выставка очень яркая, красочная. Представлено очень много работ, все они разноплановые. Я считаю, что эта выставка – это как раз показатель того, как дети, выросшие в эпоху уже независимости, видят и представляют свое будущее. А.М. Амрина, Жаксылак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 110 лучших работников медицины были удостоены государственных наград в честь 25-летнего юбилея независимости Казахстана. В преддверии праздника в областном управлении здравоохранения провели торжественные мероприятия. Медицинские сестры, фельдшеры, врачи, ветераны медицины. Обширен список награжденных юбилейной медалью в честь 25-летия независимости. На торжественном собрании было отмечено, что здравоохранение – это единственная сфера, которая сопровождает человека с рождения до глубокой старости. Поэтому каждый день, каждую минуту и даже каждую секунду своей работой медики вносят весомый вклад в улучшение качества жизни казахстанцев. Это я считаю, что знак благодарности, знак благодарности именно общества. Вообще государственная награда – это знак благодарности общества и государства в целом. А моя награда – это вот именно то, что непрестанное движение вперед. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих сограждан с замечательным праздником, 25-летием независимости. За эти годы наша страна достигла, конечно, больших успехов и в области внешней, и внутренней политики, в области экономики, социальных программ. Я хотела бы всем пожелать мирного светлого неба над головой. Всего в этот день различными государственными наградами удостоены 110 человек. Это и юбилейные медали, и почетные грамоты от Экимата и профсоюза, и нагрудные знаки «Ветеран медицины». И от Министерства здравоохранения, социального развития, и от Экима области, и от профсоюза, и ветеранам труда медаль давали в знак того, что они проработали много лет. Одна веха идет через все это – это восприятие нашего народа, о том, чтобы в нашем Казахстане была стабильность, чтобы в социальном отношении, в экономическом отношении всегда наша Родина была стабильной. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Столичные интеллектуалы заняли первое место по итогам 8-го Кубка Караганды в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Карагандинская команда «Зенит» на третьем месте. Игра прошла 17 декабря в спортивном комплексе «Жастар». Илья Шаповалов уже и в первый раз участвует в игре «Что, где, когда». Вместе со своими одноклассниками из общеобразовательной школы номер 61 они решили попробовать свои силы и побороться с интеллектуалами разных уровней. А в качестве помощника и наставника выступил их школьный учитель. Несмотря на выпускной 11 класс, ребята стараются не пропускать подобные игры. «Приходится много думать и как-то для саморазвития это очень важно, как мне кажется. Играя в эту игру, можно вырасти во многих отношениях, как личности. Развиваться помогает». «Первый раз играете здесь?» «Ну, на таком уровне, да. А так мы играли внутри клуба, дворового, недель, ход школы, внутри школы». Как отмечает команда, здесь вопросы больше на знания. Многие школьники хорошо ориентируются в заданиях, так как помнят подобные вопросы из школьной программы. «Вопросы тяжелые здесь?» «Ну, не сказать, но они как-то на знание, понимаете. Не на логику, а на знание. Я бы хотел, чтобы вопросы были более... Если даже ты конкретно не знаешь этот вопрос, ну, чтобы можно было как-то логическим путем догадаться. Ну, здесь в основном играет молодежь, студенты, учащиеся. У них мозги посвежее, конечно. Они опережают нас частенько». Прошедшая игра была посвящена 25-летию независимости республики. Соответственно, и некоторые вопросы затрагивали историю становления Казахстана за эти годы. Отвечать на каверзные вопросы ведущих не всегда легко, отмечают участники, но всегда с радостью откликаются на приглашение в игру «Что, где, когда». «Данное мероприятие проводится уже восьмой раз. Здесь собираются сильнейшие команды знатоков нашего города Караганды. Также в мероприятии участвуют команды из города Астаны, Алматы и Павлодара». В игре «Что, где, когда» на Кубок города приняли участие 35 команд из Караганды, Астаны, Павлодара и Алматы. Организаторы отмечают, что среди участников были как любительские школьные и дворовые команды, так и мастистые профессионалы, добившиеся немалых успехов на различных интеллектуальных соревнованиях. В восьмом Кубке города Караганды по интеллектуальной игре «Что, где, когда» первое место заняла команда из Астаны и Алматы, второе место – команда «Зенит Караганда». И замыкает тройку лидеров столичная команда «Тропик Рака». Победители получили от стадиона «Шахтер» памятные призы и медали. Лариса Хусейнова, Слайбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Тайквондо» в пятый раз провели традиционную детскую эстафету «Веселые старты». Среди участников – воспитанники спортивных школ, дворовых клубов и детского дома. Две команды из детского дома, две команды из дворового клуба, две спортивные местные команды, а также две команды из других спортивных школ. Таков состав участников на традиционной эстафете «Веселые старты». Ребята, которые тренируются здесь, в «Фоке-Тайквондо», в детской спортивной школе единоборств, они уже чего-то достигли в спорте. Но есть дети, которые в детских домах, чтобы их как-то тоже чем-то занять и привлечь, чтобы они тоже занимались спортом. Поэтому и мы вместе с ними проводим общие вот такие мероприятия. Чтобы им было к чему и куда стремиться. Главными организаторами выступила областная федерация «Тайквондо» и городской отдел физкультуры и спорта. Но несмотря на всю несерьезность таких соревнований, устроители отмечают, что «Веселые старты» воспитывают в детях главное – это командный дух. Он состоит из разных этапов. Ну, все этапы, они достаточно такие есть смешные, есть такие, знаете, ничего сложного, но в то же время надо проявить именно настойчивость, знаете, упорство, не сдаваться и так далее, и так далее. В общем, мне кажется, что это очень интересно. Вот если бы эти соревнования мы бы возобновили, например, в масштабах даже провести чемпионат каждой школы, провести чемпионат района, потом города, области и в конце страны. Всего в соревнованиях принимали участие 8 команд. Особое внимание уделено воспитанникам детского дома. Конечно же, им никто не подслуживал, ведь спорт есть спорт. Но вот подарками не обделили. Они небольшие пускай, но в то же время каждому приятно получить те же самые наушники, там, стаканчик для занятия спортом, куда можно заливать воду или там любой напиток. И там шарф, шапочка, ну что-то такое. И еще сладкие призы, это, знаете, как обычно, навсегда мы в конце, все участники получают хотя бы кусочек маленького торта. Победители и призеры стали обладателями почетных грамот и медалей. А для команды из детского дома организаторы подготовили специальные призы каждому участнику. Андрей Тенес, Ламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В шахтерскую столицу приехали необыкновенные гости. Жираф Багир и носорог Бон-Бон. Радовать горожан они будут на арене цирка. Багир и Бон-Бон уже успели поразить своими талантами публику многих стран. На этот раз решили удивить и зрителей шахтерской столицы. За кулисами цирка побывала Осель Сазанбаева. Жираф Багир оказался скромен и молчалив. Поэтому ответ держал дрессировщик Михаил Борза. Он уже 8 лет занимается с Багиром. Воспитывает длинношеево почти с самого рождения. И знает все его секреты. Жираф Багир родился в Африке. Затем переехал в Германию. Сейчас живет в городе Ульяновск. Самое сложное в работе с жирафом – это найти первоначальный контакт. Ведь они недоверчивы, говорит Михаил. Самый длинный язык в мире. Самые длинные красивые ноги. Даже топ-модели заведуют ему таких ног. Поэтому никто не может с ним соревноваться. Самый элегантный. Ну, если дело там умею. Конечно, слоны намного умнее. Но он зато интеллигентный. Очень интеллигентный. Очень с ним приятно работать. Я думаю, что не будет зрителя в Караганде. Между прочим, в Караганда мы все думали, что это шутка. А вообще говорят, что куда? В Караганде? Да, где? А то, оказывается, есть такой прекрасный город. Мы очень-очень счастливы, что к ним к вам приехали. Рост багира – 6 метров. Весит он 2 тонны. В день съедает 40 килограммов фруктов и овощей. В рацион жирафа входят морковка, бананы, апельсины, яблоки, свекла, трава. И, конечно же, свежая сена. Ест багир постоянно. Спит, сидя, не ложится, как другие животные. В сутки спит всего час-полтора, не больше. В принципе, багир не доставляет сюрпризов. Он слишком предсказуем, уверяет дрессировщик. Но одна из особенностей поведения жирафа – это любовь к бегу. Необычные привычки – это то, что иногда хочется ему побегать. Мы никогда не знаем, когда. Это может быть на репетиции, может быть здесь, может быть на арене во время выступления. И пока он не побегает своей норме, просто мы только-только можем стоять и наблюдать. Он бегал и все, и начинает свою работу. Самый большой аттракцион наш – это, конечно, замечательный бег жирафа. Если кто-то увидит первый раз в жизни бег, можно сравнить только танец прекрасной женщины. Это только две вещи, которые так красивы в мире. Танец женщины и голубь жирафа. Потому что то, что он показывает, знаете, это нереально. Это замедленный такой темп, красивое движение. Это вся пластика, элегантность. Я говорю, что надо это обязательно увидеть. На сегодня дрессировка такого экзотического животного, как жираф, только набирает обороты. Поэтому 15-минутное выступление приносит море восторга у зрителей. Багир умеет танцевать и выполнять различные трюки. На цирковой арене он с 4 лет. Сейчас жирафу 12. А вот носорогу Бон-Бону всего 7 лет. Весит он 4 тонны. Питается тоже в основном сеном и овощами. Его любимое блюдо – это сладкие яблоки. В день Бон-Бон съедает около 50 килограммов овощей и фруктов. Для юного артиста каждое выступление – праздник. Он очень добрый и дружелюбный, говорят дрессировщики. Единственное, что вот у нас, чтобы во время представления народ не шумел, потому что носороги – они самые пугливые животные. Любой звук его настораживает, пугает. И поэтому предупреждают всегда перед выступлением на носорога, чтобы народ не шумел. То есть он, народ зашумит, он просто убежит с манежа домой, спрятаться от этого шума. Он ни на кого не бросит, он убежит просто домой. Все. Увидеть выступление носорога Бон-Бона и жирафа Багира, а также другие захватывающие номера, горожане смогут с 24 декабря по 15 января, каждые выходные. Асель Сознабаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. 1-2. С минимальным счетом карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» проиграл у себя дома пензенскому «Дизелю». 15 декабря на ледовой площадке «Караганда-арена» состоялась последняя домашняя игра «Сарарки» в уходящем году. Последняя домашняя игра уходящего года не баловала зрителей голами. «Сарарка» принимал пензенский «Дизель» – крепкого середнячка турнирной таблицы. Всего лишь три заброшенные шайбы увидели карагандинцы. Первый период остался безголевым. Во второй 20-минутке счет открыл карагандинец Павел Копытин. Но уже через минуту Павел Канарский из «Пензы» сравнял счет. После второго периода 1-1. В третьем отрезке игры капитан команды гостей Андрей Кузьмин принес победу «Дизелю». По мнению наставника карагандинцев, в команде не было лидера. Именно поэтому не получилась игра в атаке. Ну, команда – соперник из победы. К сожалению, у нас сегодня не получилась игра в атаке. Не было лидера в команде, которая поведет за собой в нужный момент. Был хороший момент – забивай гол при большинстве 5 на 3. К сожалению, за полтора минуты мы сделали только один бросок. И где-то, где-то это подрешило, да, вот эту игру. То есть та самодача у соперника – это игра от обороны. И где-то хотели слишком, слишком, да, по чистому льду. И соперник нам этого не позволил. А так хотел поблагодарить наших болельщиков. Они сегодня были, я думаю, лучшей на поле, можно так сказать. Поздравить их с наступающим Новым годом. По словам главного тренера команды «Гостей», его подопечные проявили характер. Уступая по ходу матча, пензенцы смогли не только отыграться, но и обеспечить себе полноценные три очка. Тем самым «Дизель» прервал свою проигрышную серию на выезде. Очень нужна нам эта победа, потому что весь выезд играли, я бы сказал, хорошо, а очков нет. Сегодня сыграли организованно, с огромной самоотдачей. При том, что соперник нам, в общем-то, доставил неприятности. Тем не менее, выстроили, выдержали. Сейчас главное нам быстрее добраться домой. Мы уже столько накатали, что хочется. Хочем два дня вздохнуть. Следующие четыре матча карагандинские хоккеисты проведут на выезде. 22 декабря в Орске Сара-Аркас играет с местным клубом «Южный Урал». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саввулгастар. Субтитры подогнал «Симон»